Так, хорошо мы ход набрали, но сам подъем уже в конце еще круче. Ольвочка, не знаю, обойдем, нет ли. Здесь у нас Стелла Европа-Азия. А там у нас класса заканчивается. Еще и мелкая вклинилась здесь. Немножко не успели мы поле водолеть. Что, друзья, поднялись мы на самую высокую точку, где мы проходим. Я вот это на трале стоит ураганчик. Поднялись мы на самую высокую точку. Здесь на трассе М5. Это в районе как раз города Златоуст. И, судя по березам, мороз здесь был хороший. Но сейчас на градуснике показывает минус 6. Но если, конечно, была сильная влажность, возможно, из-за этого так и получилось. Даже при сильной влажности, при небольшом морозе, березки вот так и белеют. Вся влага тоже превращается в лед. Так, теперь у нас будет длинный спуск. Надо перейти, я думаю, что на 10-ю передачу. Переходим на третий, точнее на моторный тормоз в третье положение. Да, с двусадочкой тоже сгоняет даже на 10-й передаче. Но ничего. Все равно держит... 67 км в час. И обороты... 1750. Ага, горка пошла на спуск. И начинает разгонять. Но в таком случае просто периодически придерживаю рабочими тормозами. Главное, пока движение идет. Идет довольно быстро. Не будем останавливаться. Идем, как говорится, сегодня до... Не будем загадывать. Возможно, к вечеру придется еще останавливаться. Фары, стекла протирать. Дорога хоть и сухая, но ее видно между колеей еще сырость. И все равно это все прилетает на стекло. Ну что, друзья, прошли мы 1686 км. И у нас опять горка. Но хотя две полосы на подъем. Но разгона нет. Пока идем на 11-й. Что-то на тралле тут какие-то... А, трансформаторы что ли везут. Тоже видно тяжелые. Что садится к скане. Так, и у нас что-то подсаживается. Да, странный вопрос. Что-то подсаживается. Все, перешли на 10-ю. Автомат молодец. Сам выбирает. Даже подсказывать не надо. Ну, иногда, конечно, подкорка вон туда, если эту систему помощи водителю не отключить. Переключение на пониженной передаче. Он тут начнет сам переключаться. Так, ну что, набрали ход. И, наверное, так бы зашли, если бы сейчас не уперлись. Да, на 10-й. Так, ну что, погнали. Пробуем. Так, все, присели. Кто-то идет. Да, для моста перемычку тащит. Мазик. Да, попробуем разогнаться. Да, ребята тоже идут. Тянут немало. Ну что, пока идем в разгон. Но на 9-й. Давай, родной, может, на 10-й пойдешь. Сам выбрал. Сам выбрал свою судьбу. Все, обошли. И разбегается. Подходим мы к стоянке Крапачева. И смотрите, нас уже пустили по другой стороне. Здесь опоры моста уже готовятся. Только прошлым рейсом я шел. Точнее, мы вместе с вами шли. По правой полосе. Сейчас пустили по левой. Значит, потихонечку, потихонечку все обустраивается. Так, ну, у нас впереди рынок. Большой рынок. Где мне помогли наладить рацию. Я очень благодарен ребятам-радистам с 8-го павильона. Даже коврики себе прикупил здесь. Полиуретановые. Вообще шикарные. Ну и, конечно же, освещение. Освещение салона. Лампочки 12-ти вольтовые. Светодиодные. Вообще шикарно светят. Только хотел сказать, что дорога подсохла, а здесь все блестит. Но здесь все понятно. Здесь снег стаскивает с обочин. Наша уже знакомая кафе Магдан. Но сегодня мы проходим мимо, потому что я уже перекусил. И сегодня хочется побыстрее, поближе к дому подобраться. Что-то говорят, еще где-то за Симом у нас стоит колейка. Что вроде как в районе Аши где-то была авария. и три фуры. Главное, аварию растащили. А пока ее растаскивали, еще три фуры бабахнулись. И получилось так, что то уже давно растащили аварию, а это еще, вот, не знаю, что-то ребята не говорят. По рации сейчас запрашивали. Кто-то, говорит, стоит, кто-то, говорит, рассасывается. Сейчас доедем, посмотрим своими глазами. Друзья, спустился вниз к Симу. И смотрите, что на улице творится. Понесла настоящая бурга. Я уже смотрю, даже колеи не видно. Тонким слоем уже лежит снег. Я чувствую, когда сейчас спускался, думаю, что-то у меня горный тормоз начинает срабатывать, когда машина начинает подскальзываться. Он отключается. Вот даже, говорю, так хорошо груженый, вот по этому мылу, который сейчас на дороге, и то машина пробуксовывает. но иду я, конечно, уверенно. Прижимает машину здорово к дорожному покрытию, лишь бы только нигде никто не повис. Здесь вот даже видно, кто-то впереди идет. Ага, вижу уже огни. А то я уж думал, все ушли вперед. И у меня офигенный большой запас просторной дистанции впереди. Но нет. счастье было так близко. А сейчас мы опять упремся. Опять упремся в колонну, да. Пока я не вижу, сколько у меня впереди, но вижу то, что впереди еле-еле кто-то идет. Да, сейчас вставать нельзя. Сейчас вот такая погода часа два пометет, и все, и Урал встанет. Да, посмотреть, поскольку кто у нас впереди, а то, может быть, тут всего-то один идет человечек, и второй за ним. Тогда надо перед той горой, сейчас вот здесь как раз где рынок, да, вот где как раз где рынок, здесь обгоны запрещен. Сейчас будет возможность за поворотом. Там как раз и гору видно, и обгон разрешен. Надо до туда немножко дотянуть и посмотреть. Только такой поток идет со стороны Уфы на Челябинск, что вряд ли будет окошко. Так нам сейчас и придется на 8-й передаче подниматься. Еле-еле душа в теле. Зашли мы за поворот, а там гора встала. Вот это новость. Значит, кто-то прилип, что ли, получается, да, у нас. Ну, что, все вполне возможно, кто-то пустой идет, и на таком мыле все возможно. водил, беру по объявлению, что ли, да. Да, друзья, что стояли, непонятно. Один едет, говорит, у вас там авария, другой едет, говорит, нет, говорит, один притормозил, придержал, и вы-то собрались. Третий, говорит, там на обочине стоят две фуры, и вы пока их объезжаете, нас пропускаете, получается вот такая пробочка. Ну, как бы там ни было, 10 минут постояли, передохнули, перед следующим подъемом, он тут, он тут один такой, последний остался после Сима затяжной, да с поворотом. Слава Богу, хоть разобрались, то я думал, ночевать сейчас бы на Симе. Тем более, каждая минута простоя при таком снеге, который сейчас ночью не особо видно, как он метет, только он на дороге, видно, как встречная уже задула, хотя встречка-то недавно только проходила. Видимо, по ремонту, друзья, и смотрю, на горе, там потихоньку раскапывает, стоят экскаваторы, и вот эту всю гору они будут срывать. Сейчас, конечно, темно, не видно ничего, но я днем, когда здесь проезжаю, всегда обращаю внимание. И сейчас даже там ночью не утихает работа, пускай он один, экскаватор, но он все-таки там чего-то копает. А здесь вот у нас помимо того, что копает, еще и укатывает, утрамбовывает, идет, идет, кипит работа. так, а на каком-то километре тут я уже в столбиках их потерял, где их они должны были сейчас быть слева, но тут расширяет дорогу, и их походу убрали просто. Ну, а здесь прям конкретно танки работают. ночью при свете фан, да, не позавидуешь дорожничкам. Так, ну что, говорят, что говорят, пробочки есть. Что-то начало. начали говорить, где-то пробки и тишина. Ладно, будем ехать. Упремся, значит, упремся. Пробьемся, значит, пробьемся, потому что у страха, говорит, глаза велики. До этого говорили тоже ваше. Колейка стояла большая по аварии. Сейчас проехал даже следов от аварии не нашел. Обычно хоть какие-то осколки валяются или чего, это даже то ли так все аккуратно убрали, то ли яма. Так, где-то на Уфу кричат большая яма. Аккуратнее, говорит, все колеса попали. Но эти вот да, что-то непонятно. Кричат на Уфу ремонт, на ремонте под левое колесо. Офигенные канава. Так, сейчас посмотрим. Надо повнимательнее пойти. Я вроде проезжал, сейчас не видел таких больших ям. так.